Ты говори, не стесняйся. О чем сплавщики-то говорили? Ну пришли они. Ботки, говорит, давай. А те смеются. Говорит, мы попьем, а вы постойте. Ну, слово за слово поспорили. А Высокий-то и говорит, да я, говорит, ваш-то замок, как фуговку выдернула, своими руками. Так и сказал. Дебютировав кино в зрелом возрасте, Екатерина Мазурова сумела оставить неизгладимый след в истории нашего кинематографа. Ее приглашали в свои фильмы лучшие советские режиссеры – Кулиджанов, Сегель, Климов, Ростоцкий, Кончаловский. Но добрую память о себе эта удивительная женщина оставила не только в сыгранных ею картинах. Родилась будущая актриса в городе Иваново-Вознесенск в самом начале 20 века. Она росла в большой семье. Ее дед по материнской линии в прошлом владел ткацкой фабрикой. Отец будущей актрисы работал писарем и увлекался коллекционированием антиквариата. Позже семья переехала в Шую. После окончания школы девушки предложили должность заведующей библиотекой. Энергичная, целеустремленная Мазурова мгновенно смогла наладить работу на своем новом месте, пробудив у молодежи интерес к чтению. А вскоре добилась и открытия драм-кружка при библиотеке. Так началась ее актерская деятельность. Руководство Шуйского драмтеатра обратило внимание на талантливую библиотекаршу. И вскоре Мазурову зачислили в штат театра, где стали предлагать самые значимые роли. Затем последовали приглашения в другие театры страны. Война застала Екатерину уже в Москве. Будучи ведущей актрисой областного ТЮЗа, при фронтовой столице она играла для защитников города, отказавшись эвакуироваться в тыл. К тому времени Екатерина Яковлевна уже давно была замужем за своим коллегой Николаем Морозовым. Он ушел на фронт в числе первых добровольцев, а в 44-м был тяжело ранен и находился в госпитале в Гомеле. Ему собирались ампутировать ноги. Поддержка и уход жены помогли Николаю встать на ноги. С помощью костылей он стал передвигаться. В 50-х годах у Мазуровой случился инфаркт, вскоре второй, а затем инсульт. И доктора посоветовали оставить театр, что она и сделала. Казалось, что актерская карьера Екатерины Яковлевны подошла к концу. Но в 1954 году режиссер Исидар Анинский предложил ей исполнить маленькую роль в своем фильме «Ана на шее». С этого момента в творчестве актрисы наступил новый период. Она стала сниматься в кино. В основном это были эпизодические персонажи, но Екатерина Яковлевна всегда точно воплощала характер героев. Во время съемок комедии «Добро пожаловать» или «Посторонний вход воспрещен» ушел из жизни ее Николаша. Актриса тяжело переживала это горе, ведь она практически осталась в одиночестве. Детей у пары не было. Утешали только внучатые племянники и работа. Несколько лет Екатерина Яковлевна еще снималась в кино, а потом решила кардинально поменять род занятий. Узнав об открытии краеведческого музея в ее родной шуе, актриса с огромной самоотдачей, буквально по крупицам, начала собирать интересные экземпляры. Помимо работ знаменитых художников современности, даривших музею свои работы по просьбе актрисы, в нем очень много экспонатов из личной коллекции самой Мазуровой. Все дело в том, что Екатерина Яковлевна была известным коллекционером, начав собирать антиквариат еще задолго до войны. Ее частная коллекция насчитывает более тысячи экспонатов. Если заводить разговор о стоимости всей Мазуровской коллекции, то работники музея хором отвечают – она бесценна. Екатерина Яковлевна прожила долгую жизнь, отдав все силы искусству, но при этом всегда оставалась простой, по-соседски родной бабушкой Катей. Слава совсем не вскружила ей голову. Ее не стало 8 октября 1995 года на 95-м году жизни. Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Мазурова похоронена на Веденском кладбище в Москве. Вечная светлая память.